всем добрый день меня зовут филипп и сегодня я подготовил такой верхнеуровневый обзор по методам компрессии нейронных сетей ну вообще пойдем и сначала сначала а зачем нам вообще нужно сокращать нейронные сети ну современный мир требует чтобы нейронная сеть работала на телефоне на часах на умных кроссовках и еще много где также для некоторых задач критическую важность играет тот факт что алгоритм должен работать онлайн это всевозможные задачи обработки видео такие как задачи повышения разрешения задачи детекции объектов на видео следующий факт который достаточно не очевидно следует из уменьшение размерности сетей заключается в том что в общем мы хотим улучшить обобщающую способность модели а дело в том что модели с избыточным количеством признаков могут выучивать некоторые шумовые признаки которые портят обобщающую способность ну и в целом область компрессии нейронных сетей можно разделить на четыре подобность подобности первая из них связана с удалением нейронов и связи между ними вторая чисто вычислительная связана с созданием более эффективных алгоритмов тензорного исчисления третья область характерно для сверточных нейронных сетей дело в том что все мы знаем что сверточные нейронные сети несмотря на огромное количество параметров не переобучаются вокруг этого не построена очень строгая теория но есть некоторые попытки показать что существует некоторый базис из фильтров которого достаточно для нейронной сети все остальные фильтры функционально связаны с фильтрами в этом базисе ну и последнюю подобность это фундаментально отличается от всех предыдущих тут мы хотим построить модель меньшей размерности которая бы в точности порождала то же самое распределение что и порождает некоторая большая модель начнем с удаления ненужных параметров нейронной сети в этой задаче глобальная идея также следует из окружающего нас мира в частности известен тот факт что у человека когда он рождается количество синапсов мало какому-то возрасту в детстве она достигает максимального количества и к 15 лет существенно уменьшается мы хотим моделировать похожий процесс с нейрон для нейронных сетей соответственно эта идея она была предложена уже достаточно давно были предложены два метода optimal brain damage optimal brain surgery оба они базируются на вычислении гисяна функции потерь ну и в частности если вот написать в окрестности экстремальной точки значение функции потерь то видно что задача удаления ненужных параметров сводится к задачи условной оптимизации ну и отсюда же возникает критерий согласно которому мы можем удалять эти параметры однако этот метод сложно применять для больших нейронных сетей потому что вычисление гисяна задача очень сложная следующий метод который уже непосредственно предложен для нейронных сетей он достаточно прост и мы просто оптимизируем сеть затем отбираем веса которые имеют низкое значение по модулю и повторяем обучение в статье показаны хорошие результаты то что действительно такая процедура приводит к разреженности сети также показано что по l2 отсекать нейроны лучше чем по l1 если после этой процедуры продолжается оптимизация ну и также достаточно логичный факт что что оптимизацию стоит продолжать из предыдущей оптимальной точки они случайны также показано что такая процедура позволяет приводит к тому что распределение параметров становится каким-то сложным и мультимодальным как бы говоря в целом мы и хотим чтобы модель запоминала какие-то сложные нетривиальные закономерности наверное рядом с этой работой располагается и такая классическая байсовская работа грейвс там оцениваются параметры распределения и отсекаются нейроны для которых мат ожиданий отношение мат ожидания и дисперсии маленькая если говорить в целом о задачи компрессии то можно выделить некоторый пайплайн который переводит какую-то исходную большую модель в модель которая вычислительно более эффективно то есть после оптимизации исходной модели мы можем различными алгоритмами удалять параметры зачем затем предлагается в каждом слое оптимизировать не оптимизировать кластеризовать параметры и использовать центроиды получившихся кластеров как новые параметры и уже оптимизировать эти центроиды ну и затем затем также можно закодировать эти центроиды что приведет к еще более эффективности сейчас мы немножечко прошли по прунингу параметров и следующее наверное самое интересное подобность это knowledge distillation если говорить в целом то мы имеем какую-то сложную нейронную сеть которую будем называть teacher хотим чтобы она аппроксимировалась маленькой нейронной сетью которую называем student и используем можем использовать для этого какие-то данные и простейший подход был предложен в 2014 году он заключался ровно в том что мы просто берем признаки последнего слоя сети teacher и сети student и учим student таким образом чтобы l2 расстояние между этими признаками было минимально соответственно даже такой простейший метод уже показывает неплохие результаты но вот в 2015 году наверное была предложена самая фундаментальная идея которая сейчас есть она заключается в том что мы теперь будем использовать дополнительные данные и student будет иметь как стандартный лосс на метках это в этой статье это была кросс-энтропия так еще некоторый distillation лосс который сравнивает то распределение мета которое получает student и которая получилась у teacher этот distillation лосс может быть различным расстоянием между распределениями в качестве одного из вариантов может выступать дивергенция кульба клееблера следующая идея которая прямо наследуется от предыдущей идеи заключается в том что теперь мы будем не просто смотреть на выход city teacher и city student но также смотреть на некоторое промежуточное представление и делать ну по сути заставлять student быть похожим и в первой половине сети во второй половине сети при этом этот hint loss это просто или два лосс между глубокими представлениями в teacher и в студенте ну и самая последняя идея которая была предложена в развитии knowledge distillation заключается в том что мы теперь будем помимо использования какого-то l2 на выходах будем еще использовать adversarial loss который будет отличать teacher и студента ну то есть по сути на самом деле есть какая-то базовая идея и есть какие-то последовательные шаги которые делают эту базовую идею сложнее так последняя под область о которой мы немного поговорим это low rank tensor factorization идея на самом деле крайне простая мы имеем какой-то тензор большой размерности и хотим его представить в виде не то чтобы представить хотим его аппроксимировать в виде произведения тензоров меньшей размерности соответственно если где-то в вычислениях встречается умножение этой матрицы или тензора там на вектор или на другой тензор то изменяя порядок операциям мы можем существенно экономить как затрачиваемые ресурсы так и увеличивать скорость ну и говоря очень базово то есть для fully connected layer мы можем просто делать свд разложения затем брать компоненты соответствующие наибольшим сингулярным числом и использовать это приближение где все матрицы уже низкоразмерные это же идея была применена и для сверточных нейронных сетей на базовом уровне мы знаем что матрица ранга r может быть представлена в виде р матриц ранга единицы где каждая матрица есть произведение двух векторов а для таких матриц мы также можем применять свд разложения и обобщая этот факт для для многомерных случаев мы получаем cp decomposition в частности вот для четырехмерный для четырехмерного ядра свертки мы имеем вот такой вот результат при этом нужно понимать что в данном случае мы можем варьировать r для каких-то больших р эта аппроксимация будет более точной но и вычислительная сложность будет более высокая стремится к исходной а для маленьких р может получиться какой-то тридов между качеством и скоростью ну вот если мы подставим в напишем операцию forward для сверточной нейронной сети подставим туда эту аппроксимацию то получим что у нас по сути свертка есть последовательность одномерных сверток это позволяет в некоторых случаях существенно сэкономить ресурсы увеличить скорость ну и в заключении мы немного поговорили о удалении нужных параметрах дистилляции знаний в нейронных сетях и низкораганговом разложение для увеличения скорости всем спасибо за внимание вопрос к спикеру здравствуйте спасибо за доклад вопрос про дистилляцию что делать если задача регрессионная и нету сопоставление причем вот это на самом деле достаточно сложный вопрос то есть если ты видел то на самом деле первая модель которая была она нигде не использует то что у нас эта задача а не регрессионная то есть но все остальные подходы в том или ином виде используют что мы на самом деле генерим как бы генерим некоторые вероятностное распределение поэтому как бы экспериментировать спасибо спасибо большое за доклад а есть какие-то готовые библиотеки для допустим для использования этих методов например что победить нейронную сеть для разрешивания нейронных сетей то есть для прунинга есть готовые библиотеки с открытым кодом есть вот для различных методов классического прунинга есть для байсовского прунинга то есть в принципе это можно делать можно делать быстро спасибо вопрос продолжения предыдущего все-таки сейчас идет большая борьба тензерфлова и пай торча кто победит расскажите все таки вы сами на чем-то таком пробовали реализовывать подходы о которых говорили да я писал ну конкретно байсовский прунинг писал на пай торча на самом деле пай торч и центр флор 2.0 очень похожи но кажется что перевес в сторону пай торча постепенно становится каким-то более очевидным и это видно исходя ну условно говоря из того кода который ребята делают на нипс на другие топовые конференции спасибо еще вопрос нет тогда большое спасибо филипп рекоменда delta у